Видео подготовлено сайтом online.gdz.net Давайте на странице 4 выполним задание под номером 3 Рассмотри предметы, которые были найдены учеными при раскопках различных древних поселений Какое общее название можно дать этим вещам с точки зрения историка? Напиши Осколки далекого прошлого лежат глубоко в земле Человек всегда интересовался этими находками, хотя часто не мог дать им правильную оценку Еще в VI веке до н.э. Вавилонский царь Небонит начал раскопки, чтобы найти глиняные таблички с надписями, оставленные предшествующими поколениями Древние греки и римляне, обнаруживая кости умерших животных, мамонтов, носорогов, считали их останками доисторических героев Иногда над ними сооружали курганы и храмы История человечества началась с каменных орудий, часть из которых мы видим на этом рисунке Долгое время к нему относились с подозрением, называя ведьмиными стрелами и не изучали Положение изменилось в начале XIX века В 1837 году француз Бурше де Перд нашел в земле на глубине 7 метров каменное рубило и объявил, что это орудие древнего человека Хотя ему не поверили, он продолжал собирать коллекцию и делать зарисовки Затем энтузиаст издал пятитомное собрание записаний Но оно никого не заинтересовало Древние археологи часто находили огромные кости, а таких находок становилось все больше Стало ясно, что человеческий род появился сотни тысяч лет назад И жил во времена огромных вымерших животных, мамонтов, похожих на нынешних слонов Но покрытых длинной густой шерстью То, что мы видим на этом рисунке Можно назвать историческими источниками Потому что с помощью этих предметов можно изучать историю Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях